Если вам не могут доверить прочистить унитазы в филармонии, так что же вы за специалист? Объясняю. Когда я выхожу на сцену, весь зал затаит в дыхании, следит за каждым моим движением, слов, жестов. Если вы сантехник, будьте любезны. Сначала прочистить унитазы, а уж потом, в свободное от работы время, балуйтесь на театральных подмостках. Слушайте, я вас убью. Я убью вас в состоянии аффекта. Я артист. Я член Союза театральных деятелей. Я никогда не чистил с артистом. Ваша фамилия Мусатов? Делькин. Делькин. Моя фамилия. Так вы не сантехник? Меня знает вся театральная общественность города. Тьфу, Палачев. Опять что-то напутал. Сколько поэтов и прозаиков, великих и не очень, воспевали в своих творениях не с того, не с сего свалившуюся на них любовь. Какими только божественными словами не прославляли они это замечательное чувство, а сколько извели бумаги. Я лично, если и буду что-либо воспевать, то никак не любовь в пришедшую, а скорее любовь в ушедшую. Я вижу в этом куда более подходящий повод поговорить о внезапно свалившемся на вас счастье. Еще пять минут назад вы были один из многих сумасшедших, потерявших собственное достоинство, рефлексирующих по поводу и без повода, подстраивающихся и подлаживающихся под предмет вашего обожания. И вот в один из самых прекрасных дней вашей жизни «Я помню чудное мгновение», сказал бы неглупый человек с бакенбардами, «Вы вдруг ощущаете необычайнейшую легкость». А сердце? Вы уникальный экспонат для эталонной электрокардиограммы. А душа? Душа поет песни народов мира. Хочется пуститься в пляж. Вот что такое счастье. Вот что такое счастье ушедшей любви. Радуйтесь! Вы свободны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великие люди, непревзойденные гении, в реальности обыденной суеты часто оказываются слегка докучливыми. И все же я с готовностью прощу коллеги по служению чистому искусству любые слабости человеческой натуры. Без насилия над собой закрою глаза на самые разнообразные причуды и дурные привычки. Вспоминаю премьеру хореографической аномалии «Жизнь и смерть оленя» в постановке неподражаемого Василия Черного. «Никогда ранее мне не приходилось окунаться в такую глубь пластов человеческой культуры». Олень в виртуозном исполнении архитектора Палачева предстал фигурой рогатой, трагической и весьма объемистой. Тигр же, бесспорная удача пидораса Тыминского, рычал ужасно и подлинно. Что касается милейшего Константина, то его тирольский охотник довел публику до полного катарсиса. «Автора!» – кричал я вместе с благодарной аудиторией из ложи для почетных персон. И тут появился он – Василий Черный. Тихий, скромный, едва заметный. Банкет по случаю премьеры начался еще накануне и прекратился примерно месяц спустя из-за больших потерь личного состава. На сороковой день я уже почти отошел от празднований и торжеств, готовился ко сну, когда раздался телефонный звонок. Василий Черный часов не наблюдал. Была половина первого ночи. Юрий Мефеевич, с добрым утром. Как спалось? Спасибо, Василий Иванович, прекрасно. Хороший деньок. Как раз собираюсь совершить утренний променад. Ну, бог в помощь. Юрий Мефеевич, миленький, я вам открою все свои козырные карты. Мы ведь оба справные мужики. Оба ебари хоть куда. Присыпайся, значит, утром на медни. Я аккурат с утреца ощущаю колоссальный подъем. Смотрю, батюшки. Одеяло надо мной так и возвращается. Будто пик коммунизма. По такому приятному случаю, Юрий Мефеевич, будьте любезны, продиктуйте мне телефончик какой-нибудь из ваших знакомых проституток. Василий Иванович, помилуйте, я с проститутками не игшаюсь. Рад бы помочь, но этот сомнительный контингент не по моей части. Юрий Мефеевич, хрен ты с Редькой. Ты еще целочкой прикинься. Может, кто сломает. Василий Иванович, ты что за кого говоришь? Мне не менее нужна оттелка. Живо диктуй телефон. Спасибо, Иванович. Скажу тебе по совести, я в этом вопросе весьма ослаб. На днях попробовал не маячить. Вот архитектор Палачев тот чрезвычайно охочь и по этой части весьма силен. А кто такой полчок? Да это же артист ваш. Олег Рогатый. Не шутишь? Какие могут быть шутки, мы же с вами серьезные люди. Это правда. Еду к Рогатому-Полчеву. Я принял удвоенную дозу снотворного. Химикаты свалили меня на повал. Но Василий Черный не угомонился. Я уже у Рогатого. Он сказал, что его постель так же холодна, как у покойника жопа. Зато у Константина в главной роли снимается Сисястая. Имени и фамилии никто не знает. У тебя есть телефон Сисястый? Да не знаю я никакой Сисястый. Он говорит, что не знает никакой Сисястый. Чтобы он все же трахал одного пидораса Тиминского, как он не знает. Юрий Михайлович. Вот только что архитект Палачев выразил осторожное сомнение. Папа. Бля. Как его пишут. Зовут Сисястая. А. Юрий Михайлович, дорогой, ее зовут Сисястая. Насколько мне известно, в данную минуту с ней довольно плотно и компетентно работает пидорас Тиминский. Благодарю, Юрий Михайлович. Покорнище, благодарю. Юрий Михайлович, ты порядочное говнецо. Я сейчас тут и Минску, он мне окрыл глаза. Оказывается, Сисястая лежит под тобой в постели, кончает. Каждые полторы-две минуты кончает. А ты жопа с двумя ручками с друзьями поделиться не хочешь. Да и нету подо мной никакой Сисястой. Даже Сисястого никакого нету. Фу. Так ты, мать твою, педик, да, чуть не забыл. Тиминский просил для него две аккуратные задницы. Вы же прекрасно знаете, что все задницы Санкт-Петербурга в распоряжении милейшего Константина. А я сейчас у кого? Вы сейчас у пидораса, ты Минского. Боже мой. Ночью. Без охраны. Один, бля. В квартире у пидораса. Спасайтесь, пока не поздно. Немедленно еду. Константину. Эта ночь была для меня потеряна. Я решил принять душ. Отыскал в шкафу свежее полотенце. Вышел с ним в коридор. Залез в ванну. Но воду включить не успел. Телефон уже надрывался. Я у Константина. Он говорит, что Сисястенький. У него только один. Он действительно снимается в главной роли. И зовут его артист Юрий Зелькин. Юрий Мефодич. Вы не знаете, кто он такой? Василий Иванович. Юрий Зелькин – это я. Ё-моё. Так это ты, Сисястенький. Господи, когда это все кончится? Сисястенькая. Я срочно выезжаю. Жди своего петушка. Счастливого пути. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 проституткой. Но с другой стороны, она ведь не взяла с меня денег. Ее чувства ко мне были абсолютно чистыми, лишенными всякой меркантильности, как и мои чувства к ней. Я стоял у этого огромного железного моста и думал, суждено ли нам когда-нибудь встретиться? Или может быть, наши профессии, которым мы посвящаем столько времени и творческих сил, навсегда разведут нас по противоположным сторонам великой реки, имя которой – любовь. Можно ли считать архитектора Палачева нравственным человеком? Ответ на этот вопрос столь же основополагающий, как философская проблема первичности бытия или сознания. С точки зрения уважаемых государственных институтов, архитектор Палачев – авторитетный специалист, добросовестный налогоплательщик, по-моему, даже не совершавший заказных убийств. Какое государству дело до безобразия неугомонного Палачевского члена, не являющегося ни памятником истории, ни культурным достоянием нации. В соответствии с принципами свободы и демократии, конец архитектора волен реагировать, куда ему вздумается. Зададим еще один философский вопрос. Можно ли считать нравственным человеком популярную журналистку Анну Дашкову-Майскую? С точки зрения государственных институтов, ее репутация практически безупречна. Известно только, что сосед-инвалид года три гонялся за Аннушкой на костылях по коммунальному коридору, пока не настиг ее у газовой плиты. Субтитры создавал DimaTorzok Картина, знакомая Двизьеводы. Итак, моральный урод всех времен и народов архитектор Палачев и жертва сексуального терроризма журналистка Анна Дашкова-Майская встретились. Субтитры создавал DimaTorzok Я не очень сведущий в криминалистике, но где-то считал, что сексуальному насилию в большинстве случаев подвергаются девушки, сами провоцирующие агрессоры. Судите сами. Томный взгляд опытной журналисти, ее загадочная улыбка, означающая ничто иное, как «в постели я сведу вас с ума» – это ли не смягчающие обстоятельства безусловной вины нашего морального улыбка? Анна Дашкова-Майская самой природой своей, эротическим аромат, пряностями спелых форм спровоцировала безумного архитекту. Не хотите ли осмотреть мою индивидуальную архитектурную мастерскую? С превеликим удовольствием. Ой, покринь секунду. Подержите. Ненадолго. Я готова. Да, еще сущий пустяк, о котором даже неудобно говорить. Не дадите ли вы мне в долг 500 рублей? Одному Господу Богу известно, что происходит в мозговых изверинах патологического самца, когда он уже почти готов войти в нежную мякоть кокоса. Когда остается только уладить кое-какие несущественные формальности, кажущиеся совершенными мелочами. Палачев даже немедленно заложил в ломбард содержимое архитектурной мастерской. Даже призанял у дубряка Константин. Палачев После чего Палачев повез Анну Дашкову на острое дня. Необходимую ей пресс-конференцию. Потом он завез ее пообщаться с близкой подругой. Потом они заехали к какому-то ее приятелю Абарванцу. Потом на деловую встречу в коктейль-бар. Потом на спектакль в театр оперы и балета. А потом бедняжка так устала, ее так клонила ко сну, она настоятельно потребовала немедленно доставить ее домой и больше не беспокоить никакими просьбами и мольбами, касающимися осмотра индивидуальной архитектурной мастерской. Утром следующего дня Анна Дашкова-Майская позвонила Константину. Скажите мне, Константин, как вы считаете, архитектор Палачев нравственный человек? Разумеется. Я почему спрашиваю? Не угораздит ли его швырять ни кирпичи в окна или бить молотком по голове в темной парадной? Что вы! Он потомственный интеллигент, дворянин со стажем! Вот это самое главное! К сожалению, до сих пор Палачев, отчаявшись заполучить причитающийся ему законный коэтус, стоит по утрам под Аннушкиными окнами с плакатом. Пока, увы, чем? Так можно ли считать журналистку Майскую нравственным человеком? Не знаю, что и сказать. А вот кого с полным основанием можно назвать нравственным и даже высоко нравственным, так это моего доброго друга, милейшего Константина. Именно он утешил тщеславного Казанову, преподнеса ему новую картину художника Спиридоновой. Архитектор Палачев консультирует расстрели при проектировании Зимнего дворца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В дешёвых женских романах и слезливых мексиканских сериалах часто встречается сакраментальная фраза «Она затащила его в постель». Из этой глубокомысленной сентенции нормальному человеку невозможно сделать решительно никаких выводов. Все вы знаете Леночку Мирону. Нежнейший, неопыленный цветок. В процессе интеллектуального общения она затащила в постель 25-летнего юнца. Ох! 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 КОНЕЦ 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 Юра, вы как человек, весьма искушенный в любовных связях, не могли бы вы меня анонимно проконсультировать? В чем заключается ваша анонимная проблема, Леночка? Как только я нацепила Ромочке гандон, у него сразу перестало стоять. Уж сколько я не возбуждала, сколько я не вертела. Все безрезультатно. Простите, Леночка, чем могу служить? Юра, как нужно правильно вертеть, когда мужика не стоит? Скажу вам откровенно, Леночка, у меня такого ни разу не было. Никогда? А что вас так удивляет? Если бы вы меня спросили, как остановить эрекцию, то и в этом случае я не смог бы вам дать сколько-нибудь полезной информации. Юра, а что вы делаете сегодня вечером? Правильно ли я понимаю, Леночка, ваши далеко идущие намерения? Юра, не сочтите за понебратство, но я бы... Я бы хотела с вами переспать. Выражайтесь точнее, Леночка. Вы тащите меня к себе в постель. Но если вам будет угодно... Не угодно. Не угодно. Я на это пойти никак не могу. Почему, Юра? А как же ваш любимый Ромочка, поклонник Бернардо Бертолучи? Ну так он его же не стоит. А с чего вы взяли, что у меня встанет? Ну вы же сами сказали, что никакими способами не смогли бы остановить у себя эрекцию. Правильно сказал. Но вы ее только что остановили. Я? Ну не я же. Да я даже физически до вас не дотрагивалась. Если бы вы дотронулись до меня физически, то остановили бы у меня эрекцию навсегда. Ну почему вы так жестоки ко мне? А вы? Вы разве не были жестоки, Кромочка? Вместо того, чтобы получить наслаждение от последнего танка в Париже, вы устроили издевательство над его крайней плотью. Но я же хотела как лучше. Хотела как лучше. А получилось... Как всегда. Дамы и господа! Сколько уже раз говорил себе о пидорасе или хорошо, или ничего. Однако ничего с собой не могу поделать. Такого прохвоста, мошенника и жмота, как господин Тыминский, наша земля-матушка еще не рожала. Посудите сами. Балетмейстер Тыминский является владельцем процветающей химчистки. Жители микрорайона выводят там свои пятна. И пидорас для них даже вовсе не толстопузый олигарх, а полезный, с позволения сказать, член общества. Но давайте спросим, куда уходят капиталы, выведенные из кармана в добропорядочных гаражах? Ответ прост и грязен, как чистая правда. Набледим! И гомосеков. Хочется спросить господина Балетмейстера, его высочество кутилу и воротилу, а знаете ли вы, в каком плачевном состоянии влачит свое жалкое существование отечественное искусство? Очнитесь, господин Балетмейстер, от литургического сна! Искусство сдохло! Страна погрузилась в пучину мрака и хаоса! Мракобесие правит Бал! Вы в такой стране хотите жить, господин Тыминский? Выдвигаю лозунг! С кем вы, директора химчисток? В ваших руках не только пятна на простынях, в ваших руках судьба великой страны. Рубль отступает под натиском доллара. Ленфильм обосран Голливудом. Да коли! Да коли наша исконная, бесконечно духовная будет пребывать на задворках человеческой цивилизации. Я обвиняю! Сказал когда-то во всеуслышание Эмиль Золя. И я повторяю это вслед за великим гуманистом, обращаясь в лице балетмейстера Тыминского ко всем директорам рентабельных химчисток. Посмотрите дальше своего носа. Дальше стиральной машины с вонючими химикалиями. Что вы видите? Вы видите выдающегося мастера сцены, гения эстрадных подмостков и голубого, не путать сексуальной ориентации, телеэкрана, не реализовавшего и сотой доли своих глубинных потенциалов. Возможно, именно мое заторможенное развитие как раз и застопорило культурное возрождение нации. Спать! 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 Уважаемые директора химчисток! Я у вас ничего лишнего не попрошу. Всего 8,5 миллионов долларов на фильм с моим участием. Смета номер один прилагается. Если же высокая миссия поднятия отечественного искусства покажется вам весьма обременительной, у меня имеется альтернативная смета номер два, состоящая из следующих статей. Первое. 50 условных единиц в скобках долларов. Моя кварплата за три месяца. Второе. 50 условных единиц в скобках долларов. Мне на пропитание. И третье. 50 долларов в скобках условных единиц. Мой долг, пидорасу Тывинскому. Какая же он все-таки скотина! Фу! Какая же он все-таки скотина! Какая же он все-таки скотина! В последнее время все чаще и чаще стал предаваться философским размышлениям. Мои глубокие думы отнюдь не кухонное брюзжание шестидесятников. Не стинание сиплым хором на одежды. На одежде маленький оркестрик под управлением любви. Непошленькие мемуары. Как вчера было замечательно в капелле. В таких компаниях милейший Константин обычно сразу блюет в салат. Но бывают ситуации и похлеще. Как говорит Тереза, творец должен испытать все. А я добавлю. Но не на своей шкуре. Потому как те, кому довелось испытать на себе Терезу, а это добрая половина нашего города, меня пойду. Понял меня и милейший Константин. Место действия. Гостеприимная коморка гения-режиссура. Время действия полночи. На следующее утро должны состояться съемки центральной сцены великих марсианских хроников. Константин, естественно, в опочивальных он творит. Последние штыки режиссерского сценария отработка мельчайших нуансов взаимодействия съемочной группы. Штыки григорий хол bén хоу хоу хол Идите со мной, если хотите жить Пошли! В дверях пьяненькая Тереза Это уже полчища Гуннас Но оказывается, она еще и не одинока в этой жизни С ней бок о бок, плечом к плечу, нетрезвый Леонид Мы пришли в гости, раздевались Следует заметить в скобках, что Константин Один из самых гостеприимных людей своего времени На его месте, скажем, пидорасты Мински Ни мешкая, ни секунды Избавился бы от Терезы простым поджопником И поимел бы Леонида практически тем же способом Другое дело, милейший Константин Пригласил гостей к столу Попотчиво чаем Леонид запивал чай Парквейнам Тереза пил В опочивальне валялась брошенная режиссерская разработка Судьба хроников висела на волоске Синтекс хочет обанкротить нос-то Последним аргументом комиссии стало требование Сменить название самого Пифа Так как оно обводит заблуждение инвесторов В АВАЗе эти требования сочли абсурдными Подали в арбитражный суд При этом в компании в письме премьеру Михаилу Хасьянову Обвинил КЦКБЦ Приняло решение о регистрации миссии И право по его инвестиционному фонду К жалобам Павады добавилось письмо Направленное к премьеру рядом депутатов Госдумы По всей видимости у руководства ФКЦБЦ В результате такой массированной атаки Просто не выдержали нервы Я сгораю от желания Тереза, мы знакомы с тобой целых пять дней И все эти пять окаянных дней я твержу тебе одно и то же Не буду я тебя в жопу трахать Не хочешь меня? Тогда трахай хотя бы Константина Насколько я знаю Он очень пассивный педераст А кто тебе сказал, что я активный педераст? Чтобы мой дружок вывалился из штанов и затвердел В него надо вставить железную арматуру Съемочный процесс, знаете ли, штука довольно сложная Взаимодействие актеров, операторов, массовки Херня, морня Ты знаешь, какой сегодня курс евро? Не знаешь Так вот, поди позвони Меня сегодня кто-нибудь будет ласкать С такой дурой, как ты Никогда не узнаешь изменения курса котировки Да где это видано, чтобы бабу отодрали два пассивных гомосека Совершенно с вами согласен Клёво, тогда у койку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, ой Мне так хорошо с тобой Давно у меня не было такого Темпераментного мужчины Что ты делаешь с моей писькой? Тереза, умоляю, признайся, я не всего святого. Ради спокойствия брокеров всего мира, ради устойчивого курса евро. Больно надо. Писька как писька. Ничего особенного, только не стоит. Константин, немедленно! Покажи ей стоячего писуна! Что торг здесь не уместен. Константин изящным движением опытного экс-бекциониста скинул пусы и попытался представить, что напротив него с разбитой бутылкой стоит вовсе не Леонид, а обнаженная Алла Пугачева. Прошло сорок пять минут. Не верю! Видимо, Константин смог представить лишь обнаженного Филиппа Киркорова. Беда-то какая! Что ж такое делается? Ни у кого не стоит. Херня! Херня! Модня! Поздравляю! Нашему пауку импотентов прибыло! В полдень новоиспеченный импотент потащился на киностудию. А теперь, внимание, кульминация! Если при просмотре классического шедевра «Марсианские хроники» вы все же заметите отдельные незначительные шероховатости, запомните, милейший Константин здесь абсолютно ни при чем. Константин, когда в одном из своих последних писем ты любезно предостерег меня в отношении балетмейстера Тыминского, я, признаюсь, не придал этому сколько-нибудь существенного значения. Ты замечательно описал два-три известных тебе случая, когда некие джентльмены, их фамилии по понятным причинам я называть не буду, находившиеся в непосредственной близости от пидорасов, необдуманно оставляли его у себя за спиной. Что за этим следовало, может предположить любой культурный или хотя бы маломальски образованный человек. Впрочем, я воспринимал эти замечательные истории как яркий пример твоего, Константин, бесспорного литературного дарования, но уж никак не скрупулезного воспроизведения реальных событий. Напомню, что знаменитое прозвище Тыминского «пидорас» было мною официально зарегистрировано как товарный знак и получено соответствующее свидетельство в Роспатенте, в котором черным по белому было сказано, что прозвище «пидорас» характеризует исключительно деловые и моральные качества фигуранта, но не его сексуальную ориентацию, вообще не являющуюся предметом данного исследования. Насколько мне помнится, балетмейстер Тыминский всегда был закоренелым гетеросексуалом. Проявлялось это как в классических соитиях с лицами противоположного пола, так и в подглядываниях, ощупываниях, фетишизме и прочих, по выражению Фрейда, лебедонозных возбуждениях. Типичный пример даже недостойных детального освидетельства. Но вот в один, далеко не самый солнечный день, сижу это я в кресле, размышляю о психопатологии обыденной жизни, как вдруг, после пяти отрывистых звонков, я лицезрею перед собой господина балетмейстера собственной персоной. Откровенно говоря, хотелось спросить, чем обязан, но вместо этого я зачем-то предложил чай. «Лучше кофе!» нахально заявил балетмейстер, стибрил со стола шоколадный рулет, умял его, после чего, испив кофе, потребовал армянского коньяка. Изрядно нализавшись, пидорас посмотрел по телевизору программу «Угадай мелодию» и заявил, что именно здесь, вместе со мной, намерен дожидаться утренней почты. Не успел я пережить шоковое потрясение, не успел нарочно испортить окаянный телевизор, а он уже бесстыдно балансировал посреди комнаты без трусов, помахивая своим толстым шлангом. Шланг Тыминского напоминал шлагбаум после прохождения поезда, то ли поднимающийся, то ли нет, словно выясняющий, не проедет ли сейчас по противоположной ветке еще один товарняк. Я понял еще минута другая, и я буду опущен без вазелина. КОНЕЦ КОНЕЦ В этот момент раздался звонок в дверь. О, спасительный звонок! Кто бы это мог быть? Светочка! Милейшее создание! Чистое, светлое, непорочное! Она спасла меня! Можно сказать, в последнюю минуту вырвала из когтистых лап мерзкого пидораса! Как ей это удалось? Пометуя гетеросексуальное прошлое господина балетмейстера, я быстро предложил ему разложить светочку на двоих. Моя хитроумная идея, как ни странно, пришлась ему очень по вкусу. Он даже предложил мне начать первым. Не учуяв никакого подвоха, я согласился и тут же взял старт с первой позиции. Увлекшись процессом, я не заметил, как пидорас, подкравшись сзади, внезапно укусил меня за пятку. Только быстрота реакции позволила мне одновременно выскользнуть как из пасти злостного гомосяка, так и из лона сердобольной светочки. Впрочем, настоящее потрясение ждало меня впереди. Дело вовсе не в том, что стареющий балетмейстер долго не мог кончить в женское начало. Я обратил внимание, куда был направлен его взгляд, когда он лёжа пыхтел на светочке. Отнюдь не на её вполне заслуживающие внимание прелесть. Пидорас неотрывно смотрел в одну точку, туда, где на стене висел мой портрет работы художника Спиридона. Поскольку на портрете я был изображён по пояс, то изощрённейший развратник разглядывал именно тот кусочек обоев, который находился чуть ниже рамки, обрамлявшей произведения искусства. Фантастический пример абстрактного художественного мышления. Даааааааа! Если бы не художник Спиридонова, пидорас на полном серьёзе оконфузился бы перед светочкой. Популярный в городе бизнесмен балетмейстер Теминский покинул пост заведующего складом ядохимикатов. Как обычно, я оказался куда информирования и авторитетнее всех светил мировой экономики вместе взятых. Прежде чем триндеть о глобальной геополитике, не пора ли надеть очки с толстыми стеклами и посмотреть на господина балетмейстера глазами простых трезвомыслящих граждан? Что вы при этом увидите? Вы увидите прохвоста, мошенника и извращенца, нагло и беспардонно колесящего по весьма извилистому и ухабистому маршруту. Прошу не беспокоиться поклонников экстремальных видов спорта. Это отнюдь не гонки Формулы-1, не ралли Париж-Дакар по пересеченной местности. Это всего-навсего, никем не регулируемая половая распущенная. Выезжая с утра на трассу, балетмейстер не пропускал ни одной придорожной шлюхи. В случае же качественного отсоса, Тыминский выдавал сосульке соответствующий сертификат качества, тем самым незаконно подменяя собой государственную лицензионную палату. В течение календарного месяца он провел полную аттестацию и инвентаризацию всех городских и областных путах. Но скажите на милость, кто дал ему такое право? Музыка 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 Очевидно, что качественный отсос – субстанция глубоко субъективная. И то, что, по мнению балетмистера, вполне заслуживает упомянутого сертификата, по моему личному ощущению, может быть удостоен оценки весьма посредственной. А уж по авторитетному заключению самого господина председателя лицензионной палаты и вовсе не достойна какой-либо положительной аттестации. Впрочем, реализм сегодняшней действительности мрачнее самых грустных предположений. Автомобилисты, проезжающие по трассе, среди которых оказываются и весьма влиятельные, даже федерального уровня господа, останавливаясь у обочины для снятия естественно накопившегося гормонально-лебедонозного напряжения, первым долгом интересуются наличием у претендентки на отсос так называемого сертификата Тыминского. Дамы и господа, Куда мы катимся? 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 Самозванец узурпировал все, что только можно было себе представить. Надругался надо всеми ветвями власти. Образно говоря, оскопил городской бюджет. Граждане, где же органы? Где соответствующие органы? Неужели не у кого искать защиты от произвола? Остановите пидораса! Экскурсовод Шадна очень хотела, чтобы я на ней женился. Часами мне мозги парило своими краеведческими темами. Сколько в Ленинграде мостов, сколько сфинксов, куда мойка впадает. Ждала, когда я оценю ее высочайший интеллектуальный уровень. Ждала, надо признать, долго. А я ее, меж тем, иногда использовал по прямому назначению. Однажды долготерпение ее лопнуло, и она мне говорит. Поехали, бля, воронием баум, осмотрим окрестности. Я сразу понял. Это неспроста. Хотел сослаться на радикулит, но стало как-то неудобно. Ну, не умею я отказывать женщинам. А теперь, внимание! Она, видите ли, давно ждала этого исторического момента. Не пора ли, твою мать, узаконить наши отношения? И вот эту пошлейшую ахинею я выслушивал в течение шести с половиной часов бессмысленного блуждания по аллеям парка в перемешку, разумеется, с Рококо, фламандскими витражами, тремя грациями и китайским дворцом. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Будь я убежден, что присяжные меня оправдают, я бы, подобно герою чеховской драмы, ничтоже сумняшися, отправил экскурсоводшу к праотцам. И это при том, что я очень интеллигентный человек. И вот эта гадина еще хочет, чтобы я провел с ней лучшие годы своей жизни? Как вам должно быть известно, моя интеллектуальная потенция не уступает половой, что, наверное, очень трудно себе представить. Но вы все же попробуйте. Быть одновременно служителем духа и плоти – та еще нагрузочка. Но мы не ропщим. Я артист в законе. Я не стану торговать пирожками с капустой. Я буду существовать только чистым искусством. Если, конечно, удастся найти на него покупателей. Но балетмейстер Тыминский находит же клиентов, желающих сполоснуть свое грязное белье. Значит, и у меня есть шанс поиметь инвесторов. Я никогда никому не завидую. Даже пидорасу, сколотившему сомнительные миллионы на своей рентабельной химчистке. Уж куда дальше? Я и к коллегам-артистам отношусь по-доброму. Делюсь с ними творческими планами. Понятное дело, что они мне не конкуренты. Среди них я не вижу никого, даже близко стоящего рядом со мной. Но как объяснить это рядовым толстосумам, если даже балетмейстер Тыминский, в прошлом искушенный в чистом искусстве, бросил меня на произвол судьбы подыхать как собаку на обочине звериного капитализма? Увы, я чувствую себя совершенно опустошенным. Но, как всегда, в самые трудные моменты моей жизни надежда не оставляет меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok